Всем приветики! Добро пожаловать ко мне! Вам отличного солнечного настроеница! Ну что, сегодня с вами приготовим очень вкусное тоже солнечное блюдо, которое подойдет и на завтрак, и на обед, и на ужин, и на перекус. Можете с собой взять, да, куда угодно и готовиться вот так вот в два щелчка. Ну что, понеслась в органе! И начинаем с грибочков. Они у нас пойдут в начинку. 5-7 грибочков будет достаточно. Шампиньоны режем мелким кубиком. Далее на сковородку немножко маслица добавляем. Туда теперь нарезанные грибочки и обжариваем немножко до готовности. Возьмем одну луковицу, нарежем ее также мелким кубичком или как там умеем, и грибочком все это добавим. Солить, перчить не нужно, просто обжарим их практически до готовности. Все это подрумянилось и было великолепно. Далее грибочки готовы. Теперь любой кусочек ветчины, колбаски, сосисок, в общем, все, что у вас там завалялось и ваши домочадцы это не съели, взяли и также мелким кубиком нарезали. Сырок 50 грамм натерли. Теперь займемся тестом. Берем одно яйцо. Тесто очень простое и легкое. 250 миллилитров кефирчика. Любой процент жирности не имеет значения. А теперь соличка. Одна чайная ложка. И также еще добавили перчик, чесночок там, это по желанию. Перчик и соль обязательно. Чайная ложка разрыхлителя. И все это теперь хорошенечко перемешали. Взяли муки. 100 грамм сюда нам потребуется. И добавили теперь к тесту. Все, тесто очень легкое и простое. И оно уже практически готово. Теперь обжаренные грибочки сюда добавили в тесто. И также колбаску, ветчину, что вы туда резали, тоже сюда и побросали. Все это перемешали. И очень просто и легко все это готово. Ну, согласитесь же. Форма у меня размером 20 сантиметров в квадрат. Смазали обязательно стенки маслицем, чтобы это потом все зубами не отдирать. Выкладываем туда тесто. И выпекаем в духовке при 180 градусах 25 минут. Все это разровняли хорошенечко. И сверху, конечно же, не забываем, что кто бы мог подумать, конечно же, сыр. Он везде, сами понимаете. Можно его и в начинку внутрь добавить сразу. И потом уже наслаждаемся прекрасным пирогом. Режим вверх-вниз при всяких там конвекций. Далее вот такой у нас пирог получается. Превосходный и румяный. Ровно 20 минут он у меня запекался. Но 25 можно. Это, конечно же, по своей духовке ориентируемся. Разрезаем по кусочку и наслаждаемся вкусняшкой. Ну что, давайте теперь отведаем всю эту прелесть. Вот такую. Можно, кстати, сыра туда внутрь еще добавить, как хотите, по желанию. Но мне что-то вот так вот сверху захотелось набросать-то. Великолепно получилось. Просто супер. Можно добавить любую начинку. Вообще, да, экспериментируйте по своему желанию. Но и получается очень нежно, рыхло. Все это воздушное тесто. Очень сытно получается. Одним этим кусочком пирога наешься вот так вот. И будешь ходить и радоваться. И животик твой радостный тоже будет. Пирожку там. У него сыроватый оттенок. Это за счет, конечно же, грибов. Сами понимаете. А так все тут отлично. Рекомендую. Готовьте. Не пожалеете. Очень вкусно получилось. Все, друзья. Мы желаем вам мира и добра. Прекрасного солнечного настроения. Пока. До скорой встречи. Прекрасного солнечного настроения.